Дальнейшую судьбу дома 1 дробь 3 по улице Кленовой, в котором в начале июня произошел взрыв бытового газа, решат специалисты из Ставрополья. Специализированная компания за 300 тысяч рублей произведет экспертизу и даст заключение, возможно ли отремонтировать пострадавший дом и сколько на это потребуется средств. Об этом на встрече с эвакуированными жителями рассказал глава округа Муром Евгений Рычков. Губернатор области Владимир Сипягин пообещал людям всяческую помощь от региона. Губернатор и глава округа Муром осмотрели бытовые условия в пункте временного размещения в гостинице «Светогор», в которой на сегодняшний день находятся 12 человек. В зале ЦВР разговор продолжился в том числе и с жителями других подъездов, которых эвакуировали через двое суток после взрыва. Собственно, людям объяснили, почему было принято это решение. Глава Евгений Рычков предоставил результаты предварительных экспертиз, проведенных в доме. После ультразвукового исследования, проверок комплексом струна, изучений состава бетона, динамических характеристик и геодезических измерений, эксперты сделали неутешительные выводы. Дивизы жесткости по всему зданию, по оси Х, это по длинной стороне здания, вставляет 70%. Представьте себе стол на четырехмашек стол. Вот одна из ножек, кресло. Вот сам стол, он нормальный, в порядке, но у него нет одной из опоров. В этой ситуации вы можете по тому уровню понять, что может произойти. Любое воздействие минимальное, оно может привести к его обрушению. На вопрос, можно ли отремонтировать дом и сколько на это потребуется средств, ответит эксперт из Ставрополья, так как у Владимира граждан проекта нет необходимого оборудования. На заключение потребуется не более двух недель. Исходя из этого, администрация округа решит, восстанавливать дом или дешевле будет его разобрать, а жильцам выплатить компенсацию за утраченные квартиры. Эвакуированных жителей ежедневно будут информировать о проведении работ. Множество вопросов участники встречи адресовали руководителю отдела МВД. Жильцы неоднократно жаловались в полицию на неадекватное поведение соседей, в квартире которых и прогремел взрыв. Реагировать на заявление граждан должен был участковый уполномоченный. В течение месяца в рамках внутренней проверки будет дана оценка действию или бездействию сотрудников полиции в этой ситуации. Ольга Кирешина, Александр Симонов, Новости Муром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова